Иди, а на телефон денег нет? Да, телефон. Ну как, я вчера заплатил за три месяца за квартиру. Отправил детям, деньги попросили. Ну ладно, а ты что, не на бенемете, что ли сидишь? На каком бенемете? Ну, карточку телефонной. Нет, такая телефонная мне-то по барабану. Я же говорю не на телефоне, я просто же говорю, что неплохо бы поработать. Ну да, но не хочется. Блин, ну что вы как раз? Нет, вы работаете, надо еще напрягаться, блин. Напрягаться не хочется. Это шведская жизнь, скажи, расслабляет. Она расслабляет. Дело в том, что напрягаться хочется и надо, но напрягаться не хочется по тем вопросам, которые тебе не хочется делать. Это не жизненный вопрос, я так понимаю, да? Не жизнь, как? Если были жизненные, там приходится напрягаться, хочешь или не хочешь. Да, это одно. Другое дело, второе дело, что та работа, на которой я работаю, она мне нравится. Но она не приносит мне того результата, допустим, дохода, который я бы хотел. А еще дополнительно нужно, чтобы как-то увеличить, нужно напрягаться там, где не очень хочется. И вот такая вот дилемма. И все. Ну ладно, а если не сильно напрягаться, а делать только то, что хочется? Ну это зависит от того, как повезет тебе, с твоим организмом и с твоей головой. Если ты родился, и у тебя определенные таланты, и там, и там, и там, и у тебя дружишь с руками, с головой, то это хорошо. А если таланты только в одном направлении, а желания много, намного больше, то немножко сложнее получается. Значит, нужно свои желания немножко сокращать или развивать свои способности. Или так. Ну проще сокращать желания, да? Ну проще, да. Ну тоже нельзя же доходить до... До ручки. До ручки или до нуля, или как... Ноль без палочки, это ж тоже немножко. Ага. Маловато будет. Ну да. Так же так. Что виру до головы. Сегодня мы друг на головы. Утром. Кр kurt. В baIt. Продолжение следует...